Беларусь стоит на перекрестке трех дорог. Вариантов немного, но все такие разные. Первый, Лукашенко уйдет. Все понятно. Президентом становится Тихановская. И начинается совсем другая история. История новой Беларуси. И какой она будет, отсюда пока не видно. Второй вариант. Путин придет на помощь. Уже понятно кому. Не Лукашенко, а белорусскому народу. Лукашенко слит. Абсурдные выборы последнего диктатора заголосили ляди на федеральных каналах. Хотя накануне у них было другое мнение. Вот название пропагандистского ток-шоу на канале Россия-1. А вот фрагмент прямого включения корреспондентки того же канала. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно. Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Прямо в эфире. Лукашенко, уходи! Путин вас спасет от диктатуры, судя по всему. Я знаю, что вы не хотите. У нас тоже не спрашивают. Третий вариант затяжной. Тихановская остается лидером в изгнании. А это любовь на расстоянии. Со временем гаснет. Лукашенко будет реальным президентом, а Тихановская народным. И длиться это может бесконечно, как в Венесуэле с Мадуро и Гуайдо. Это про три пути. А теперь про их составные части. Красная помада, вельвет и разводной ключ. И, конечно, одиночество. Начну с помады. Московские инстаграмщицы присоединились к митингу и устроили фотосессию возле посольства Беларуси. Мейкап соответствующий актуалий. Ну кто вспомнит, когда еще инстаграмщицы выходили на митинг? Вот то-то впервые. Я лично пришла сюда в поддержку наших белорусских девушек, потому что для меня новости, как с ними обращались, поступали и вообще эти фотографии вызвали просто самые ужасные эмоции. Давай разрушим эту землю. Здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обещавшие давно. Теперь про вельвет. Бархатную революцию знаете? Это бескровная революция в Восточной Европе. Прежде всего в Чехии с Васловым Гавилом в 1989 году. Бескровные не значит совсем без жертв. Но история, она такая. Считает сотнями и тысячами. Единицы или даже десятки в расчет не берет. Вельветовая революция. Так сказал про Беларусь мой старый друг Андрей Колесников, аналитик из центра Корнеги. Не путать с Андреем Колесниковым из коммерсанта. Который из Корнеги это Андрей Колесников здорового человека. А путинский это Колесников курильщика. И так, похоже, это она. Вельветовая революция. Впереди много проблем и ошибок. И вообще никто не знает, что там впереди. Одно ясно. Беларусь никогда уже не будет прежней. И вот сегодня, именно сегодня, ура тебе, Беларусь! Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Каких? Каких что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите, каких? Завтра начнем. Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! А сейчас про разводной ключ. В надежных, мозолистых руках. Это не восстание городского образованного класса с либеральными наклонностями. Это восстание всех. И прежде всего, людей с мозолистыми руками. Кстати, это не только в Беларуси. Не только ее касается. В Хабаровске то же самое. И в Башкирии. И в Вельвет. И разводной ключ. Недаром в белорусских митингах часто мелькают плакаты. «Хабаровск! Мы с тобой!» А в Хабаровске – «Живе, Беларусь!» Классовая чуйка. «Уходи! Уходи! Уходи! Уходи!» «Дерем, можно! Дерем, можно!» Ну и четвертый пункт – одиночество. Фиг с ним, с Лукой, Лукашенко, Лукашеску. Он – отыгранная карта в политике. Может, и поиграет еще, но с шестеркой Бубей. Другое дело Путин. Сто лет одиночества и осень патриарха в одном флаконе. Он один остается. В смысле, наедине со своей биполярочкой. Типа он правит миром. Только мир не в курсе. Он может вести войска. Да запросто. Чтобы поддержать восставших против последнего диктатора, легко. Но зачем ему, когда можно на волне протеста просто поставить своего пророссийского верного президента? Однако верность в политике – дело сложное. Вдруг потянет на Запад. Кстати, про Запад. Уход Лукашенко почти автоматически гарантирует отмену смертной казни в Беларуси. Беларусь – последняя страна в Европе, где применяется смертная казнь. И ЕС впервые в истории на всей территории Европы от Гренландии до Чукотки, простите меня, географы, я знаю. Так вот, везде будет запрещена смертная казнь. Это невероятный цивилизационный прорыв. А белорусы получат для себя доступ к Европейскому суду по правам человека. И это круто. До сих пор не было. И еще про Запад. Мы тут в Берлине живем. Русские, евреи, украинцы, казахи, чеченцы и все, все, все. И людей из Беларуси здесь много. Белорусский протест Берлине – это очень круто. Берлинские белорусы устраивают митинги каждый вечер. И на Пацдамерплац, и на ЦУ, и возле Бранденбургских ворот. Сказать, что они ходят на митинги, как на работу, можно, но нельзя. Это, по сути, возвращение домой для каждого из них. Ощущение причастности. Такое необходимо сейчас. 26 лет на царстве. Прощай, Лукашенко. Остановите насилие. Моя семья и друзья сидят в тюрьме за противодействие диктатуре. А через пару секунд, смотрите, к микрофону подойдет девушка, чей брат два дня провел в Минском СИЗО. Ему повезло. Он жив. В СИЗО находилась просто тьма народа, тьма родителей, друзей, родственников, которые не могли просто найти своих сыновей, братьев, друзей. И среди них была женщина, как рассказала мне мама, которая кричала слезно, пожалуйста, скажите, где мой ребенок? У него проблемы с сердцем. И вот сегодня вечером я почитала на радио «Свободе», что этот мальчик 25-летний, который даже не участвовал ни в каких митингах, его схватил он, побил его, и через два дня он умер, он скончался. Я считаю, то, что сейчас происходит в Белоруссии, это беспрецедентная жестокость, это просто зверство, это фашизм, это геноцид, это я не знаю, что это. Я хочу, чтобы мы выходили так долго, как выходят на улицы в Белоруссии наши близкие, наши друзья, наши люди. Я разговаривала сегодня, общалась со многими. Они не знают, что мы тут, но им безумно важно, что они там не одни. И когда кто-то вам скажет, что они думают, что их не слышно. И поэтому их голосом тут для Евросоюза, для Германии должны быть мы. Мои родители живут в маленьком городе, в городе Новолукомле. И пока там был отрублен интернет, они ничего не знали. Я звонила отсюда из Германии и говорила, в Минске происходит то-то и то-то. Они не знают. Мои родители, я ими очень горжусь. Им 70, папе 73, маме 72, они голосовали за Тихановскую. А в Минске мои друзья, все мои друзья выходят на улицы. Сегодня мои подруги, девочки стояли в ланцугу справедливости, в цепи справедливости женском, в белых одеждах. Позавчера мои друзья на автомобилях, они блокировали Пушкинскую площадь, чтобы он не подъехал к людям. И у многих знакомых разбиты машины, у многих знакомых родственники пропали. И у многих нету, наверное, той семьи, у которой не было бы знакомых, друзей, родных, у которых бы что-то не случилось. На таких митингах взять микрофон может кто угодно. Это же Берлин, свобода. С ума сойти. Вот этот немец оказался пламенным защитником Лукашенко. С ума сойти. Ситуация, которая произошла, она, наверное, сработала таким триггером, когда мужчина в немецком языке стал говорить, что мы неправы. Он начал на нас наезжать, почему мы здесь собрались, и говорить нам, что мы неправы. И у меня сработал триггер, потому что в 2015 году, когда Лукашенко принял закон о том, что безработные люди должны платить налог по безработице государству, а не наоборот государству, я выходила на улицу и стала перед ОМОНом. И это было очень страшно, и это было больно. И когда мне кто-то говорит, что в моей стране я должна почитать такого президента, во мне срабатывает триггер. Многие предлагали подсветить Бранденбургские ворота белым-красным-белым. Такая инициатива уже прошла, нам отказали, поэтому будем искать другие возможности. Есть разные люди, и вот эта причина, ему принадлежит кусок стены, которую он предложил нам разрисовать в бело-красно-белые цвета. Данке! 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 На сегодняшний день я сама красила берлинскую стену. История крупными мазками. И, конечно, абсолютно недоумение. А что? Кусок стены можно было купить? Ханс-Мартин Фляйшер. Журналист, фоторепортер, активист, перформер. Сумасшедший, короче. С этим куском берлинской стены он путешествует по миру. Последние шесть лет, начиная с весны 2014-го, в основном по России и Украине. А в Беларуси еще не было. Да и свой кусок стены разрешил перекрасить впервые с 89-го года. И вот интересно, когда Ханс решит, что вновь пора менять расцветку? Это будет так, чтобы Беларусь был. Беларуси. Верим можем. Вера можем. Вера можем. Вера можем. Вера можем. Продолжение следует...